Университетский кампус в городе Ист-Лансинг в штате Мичиган. Самой ночью от Себлин здесь дежурят усиленные наряды полиции. На место прибыли бригады скорой помощи, а спецподразделения тем временем начали поиск стрелка. С места преступления этот человек скрылся. Первый звонок мы получили из Беркей-Холла, это учебное заведение. Позвонивший сообщил о выстрелах, которые прозвучали в здании. Мы отреагировали быстро и уже через несколько минут полиция была на месте. Там мы обнаружили раненых и погибших студентов. Несколькими часами позднее стрелка нашли мертвым. По предварительной версии он покончил жизнь самоубийством. Мотивы преступления до сих пор не ясны, как и все обстоятельства случившейся бойни. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда 43-летний Энтони Макрей только заходил в здание университета. Вот он одет в синюю куртку и в кепке скрывающее лицо. Правоохранители уже официально подтвердили, жертвами стрелка стали как минимум трое человек. Еще пятеро получили ранения. Они доставлены в больницы и состояние пациента врачи оценивают как критическое. На то, чтобы восстановить полностью картину произошедшего, уйдут еще недели, если не месяцы. Пока деталей передали огласки мало. Известно лишь, что этот человек пришел в учебное заведение сразу с двумя единицами огнестрельного оружия. А сама стрельба была открыта в холи вуза. Месте, где многие студенты собираются пообедать и провести время вне учебных занятий. Никто толком не мог понять, что происходит, как будто что-то зловещее витало в воздухе. Была суматоха. Дошло до того, что мой лаборант в какой-то момент сказал, что нам надо закрыть дверь и выключить свет. А потом он нам сказал, замолчите и ждите дальнейшей информации. А эти кадры сделаны на мобильный телефон одним из студентов Мичиганского университета. На них отчетливо видна суматоха, возникшая в кампусе сразу после стрельбы. О, мой Бог! Вот как произошедшее прокомментировало руководство учебного заведения. В этот день мы все испытали шок. Произошло нечто совершенно невообразимое. Мы просто не можем поверить, что все это случилось здесь. Мы опустошены и поражены гибелью людей. Мы хотим успокоить каждую семью, которую постигла эта трагедия. Ближайшие два дня занятий в главном корпусе Мичиганского университета проводить не будут. А произошедший инцидент наверняка отрикошетит на федеральном уровне. Правящие сейчас демократы неоднократно заявляли, что хотят ужесточить законы об обороте оружия. И печальная статистика последних лет находится на их стороне. В 2022-м в США произошло 648 случаев массовой стрельбы, в результате которых погибли не менее 676 человек. Ранения получили более 2000 потерпевших. Это далеко не первый массовый расстрел, случившийся в Америке в день всех влюбленных. В 1929 году группа людей открыла очередь из автомата в Томи по прохожим в Чикаго. Как результат, правоохранители начали погоню за криминальным авторитетом Аль Капоне. Именно его подозревали в случившемся. Впрочем, когда преступника задержали, то обвинение ему предъявили по статье о неуплате налогов. Данил Русаков, Михаил Харченко и Александр Ковалев. RTVI Нью-Йорк.